Думаю, Дмитрий Викторович, с первых шагов своих в этот визит в Минске вы почувствовали, что вы приехали не к чужим людям, как бы ни старались и в средствах массовой информации, особенно я заметил в последнее время, забить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы, многое повидали в жизни в связи со своей профессией и, наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но тем не менее, хочу еще раз подтвердить, вы приехали не в чужую страну, вы вообще приехали как себе домой. Из этого вы должны исходить. Мы в канун очень важного события с вами встречаемся, 4 ноября, мы проведем высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически этим самым снимаем многие-многие, если не все вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же, его слова, фундамент будущих наших отношений. Как мы уж будем наши отношения выстраивать, я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный, сильный шаг. Многие будут говорить о том, что нам деваться некуда под санкциями Россия, под санкциями Беларусь. В Беларуси один союзник остается, это Россия. Должен все с этим заметить, что мы вот эти 28 программ, которые мы наметили, союзных программ, и договорились подписать на высшем госсовете с президентом Путиным, работа началась задолго-задолго до всех событий здесь и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто настоящие враги. Мы это видим. И думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты. Потому что вот последний факт, наверное, и в России заметили, с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому, но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам, читая границам союзного государства. Мы это все видим. И, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. Ну, а потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. И у нас, и тем более в Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят. И в связи с этим жулья, что у вас, что у нас, достаточно. И в этом плане, вот как мне генеральный прокурор докладывает, никогда не было проблем в этой совместной борьбе. Я хочу заверить вас с нашей стороны. Вы никогда не будете иметь проблем, как и не имели их. И тут даже не моя роль, генеральный прокурор решит все любые вопросы, связанные в борьбе с преступными деяниями. И россиян на территории Беларуси, и белорусов на территории России. У нас здесь никаких проблем нет. С связи с нашими договоренностями, соглашениями, вашими контактами, все вопросы мы в состоянии решить. Я вас еще раз в этом заверяю. Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского народа на территории Беларуси, советского народа в годы Великой Отечественной. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить, если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Дома мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград – самый настоящий геноцид. И мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой Великой Отечественной войны, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить. Ну, а в общем, если будут какие-то проблемы или есть проблемы, вы откровенно говорите, еще раз подчеркиваю, вы приехали к своим людям. У нас общая задача, и вместе мы их должны решать. Уважаемый Александр Григорьевич, я благодарю вас за предоставленную возможность встречи с вами. Для меня большая честь находиться сегодня в Минске и обсуждать различные вопросы и направления сотрудничества надзорных ведомств наших государств. Прежде всего, хочу сказать, что таких отношений с белорусскими коллегами, которые у нас сейчас есть, у российской прокуратуры нет ни с одной прокуратурой мира. Ежегодно с Генеральным прокурором Республики Беларусь мы сверяем часы, учитывая международную и региональную повестку, формируем приоритетные направления нашей работы на ближайшее время. Общая задача реализуется в том числе благодаря созданной в рамках союзного государства Объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Белоруссии. На ней мы обсуждаем различные вопросы защиты бизнеса, противодействия киберпреступлениям, незаконному обороту наркотиков. Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне, путем в том числе и активизации экстремистских и террористических группировок. И данные вызовы приобрели особое значение в связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане. Безусловно, мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ. Продолжение следует...